Музыка Особое торжество в Балаклавском Свято-Георгиевском мужском монастыре на мысе Фиолент в канун Дня Победы 6 мая Память великомученика и победоносца Георгия Православный мир помнит, что 74 года назад Пасха пришлась именно на этот день И спустя сутки гитлеровская Германия перестала существовать Древнейшая обитель устроена по преданию здесь самим святым Георгием Греки-моряки попали недалеко от берега в страшную бурю Они горячо молились святому Георгию о спасении И когда шторм утих, они увидели на скале святого Поднявшись вверх, моряки обнаружили икону с его изображением Было это в году 891-м Спустя год спасенные вернулись и основали здесь обитель Прошло много веков с тех пор, как пострадал угодник Божий Однако и поныне его житие убеждает каждого православного христианина Всех нас, что нет на свете ничего дороже и ценнее Нашей веры и преданности Господу Следование его святым заповедям Светлый образ этого дивного угодника Божия Является символом победы добра над злом Заступничества за всех тех людей, которые сражаются за правду Он был человеком искренним и человеком честным И когда он увидел несправедливость гонения на христиан В первом веке он исповедовал Христа Пришел к правителю и признался, что сам является христианином Сложил в себя все полномочия, который был уделен в армии за честное свое служение Он был очень почитаем, имел высокое положение Раздал все перед этим нищим, все свои богатства Потому что знал, что признание Христа Прилюдно в гонительные времена При языческом правителе Последует мученическая кончина И вот несмотря на угрозу смерти Несмотря на то, что его ожидает Он идет и исповедует Христа Безумной злобе язычников не было предела Они не могли объяснить, как после изуверств и пыток Которым подвергался ежедневно военно-начальник христианин Тот приходил на следующий день к своим палачам совершенно исцеленным Не веря глазам своим, испытывая священный ужас Язычники во множестве исповедовали себя христианами Даже сама царица Александра Которая также сегодня день память Потому что она была умучена в один день с Георгием Победоносцем Она царица, жена императора Исповедовала Христа Это было свидетельство, это было свидетельство истины и правды Севастопольцы и многие паломники приезжают сюда именно в майские дни Чтобы почтить память Святого Георгия И отпраздновать День Победы в городе Герою Мы нарочно приехали как раз на эти праздники На 9 мая А тут еще, конечно, и престольный праздник 6 числа Почему бы не приехать? Евгений, бывший крымчанин, окончил военно-политическую академию И преподавал там теорию вероятности Когда пришел к вере, понял, что таких вероятностей просто быть не может По определению быть не может таких вероятностей То, что со мной случалось, что со мной было То, что мне удалось увидеть, где удалось побывать за это время С какими людьми встретятся замечательными Москвичи Овсянниковы обязаны Святому Георгию и этой обители своей большой и дружной семьей Когда у нас детки поженились, уже в позднее время Они приехали сюда и здесь молились о даровании чада И сейчас у нас уже пятеро внуков, самый старший Георгий Мы приехали на праздники для того, чтобы посетить этот монастырь И поблагодарить Господа за то, что он даровал нам и первое чадо Георгия и остальных чадо Наталья Лукина из Самары приехала на лето с сыном Почувствовал здесь большую благодать Первый раз здесь очень благодатное место, это чувствуется Особенно для тех, кто хочет ощутить вот эту благодать Хотелось бы порекомендовать, чтобы именно первое место был на фиоленте Храм Георгия, Святого Георгия Победоносца Наталья с Володей не просто отдыхают и постоянно отправляются паломниками по святым местам Да и там, где остановились в Порт-Ините, древних святынь много Базилика святых апостолов Петра и Павла По преданию, где-то именно в этих местах под спудом покоятся мощи преподобного Иоанна Готского Оно точно есть мощь, прям чувствую Крестным ходом идет митрополит Лазарь, архимандрит Калиник, духовенство Пение архиерейского хора слышно далеко о крест Величественная скала, где явился морякам Святой Георгии Увенчана монументальным крестом с образом великомученика С тех самых достославных времен военные моряки знают, кому обращаться за помощью Святые славные и секвальные великомученича Георгия, собранные во храме Твоем, предоконно Твоею святою, поклоняющиеся люди, молим Тебя известные желания нашего хадатаю Моли с нами о нас, умоляемого от своего благоутробия Бога Да милость Ему услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставится наше коспанию и житью нужное прошение И кого благодарить в любых обстоятельствах Это место поистине стало славой нашего русского черноморского флота, которое окормляло монашеское братье И в сегодняшний современный день мы молимся к великомученику Георгия о возродившейся уже обители Мы с вами видим, как обитель с сегодняшнего дня развивается Какой прекрасный у нас с вами монашеский теперь ныне парк, в котором можно отдохнуть, взять книгу, почитать, помыслить, помолиться тому великомученику Георгию К 75-летию освобождения Крыма от фашистских оккупантов на мысе был разбит парк Каким образом? Вот так, быстро? Когда Господь благоволяет и дает нам возможность, мы видим результаты Сейчас реконструируется лестница на пляж, чтобы людям было удобнее По этой исторической лестнице, которая была через тысячелетие у монастыря сделана руками монахов Сейчас ее облагораживают, делают поручи для того, чтобы народ смог спускаться Дорога теперь очень удобная для подъезда Сделали парковки сквозные для того, чтобы автобусы с паломниками могли, им было удобнее Ну, конечно же, сама красота самого парка Я благодарен властям города Севастополя, благодарен подрядчикам, которые слышали голос в церкви, слышали мой голос И которые шли на уступки, когда в самом проекте Потому что это место задумывалось таким, кем оно есть, надеюсь, местом с течением всех разных людей Православных, людей, пусть неверующих Но когда сюда попадает человек, он должен задуматься о своем бытии Что он делает, как он живет Вот это вот спокойствие, красота природы и духа, и намоленность места Вот все вместе это соединено Дает такую возможность человеку замыслиться и изменить себя На веранде стеклянного паркового павильона экспозиции сразу двух выставок Исторической Мы много лет занимаемся историей обители Святого Георгия И честно сказать, что вот именно по этой обители очень много архивного материала В нашем севастопольском архиве хранится огромное количество дел Связанных с историей этой обители Но вот изобразительного материала очень мало И по крупицам в архивах России Это военно-морской наш архив Российский государственный исторический архив Мы собирали документы, материалы, которые могли бы наглядно показать развитие этой обители Потому что многие люди, которые приезжают на Фиолент сюда Они не до конца понимают глубину древности этого места Не просто древности его, как исторического объекта Намоленности в том числе Немногие, я думаю, гости, например, которые к нам приезжают Не знают, что это был флотский монастырь Он готовил иеромонахов для флота И мы работали с уникальнейшими документами Это, например, переписка священства, духовенства монастыря Наместников с командующими Черноморским флотом Печати кораблей Билеты для иеромонахов Вот это первая половина 19 века Просто уникальный комплекс документов Конечно, мы поделились все, что имеем Все материалы, которые, на наш взгляд, необходимы для того, чтобы подчеркнуть связь этого монастыря с Россией В том числе и до присоединения Крыма к России Мы на этой выставке отобразили И еще одна учащихся Севастопольской художественной школы Нам предложили вот такой пленэр В этом замечательном месте Очень живописном, историческом И поэтому, конечно, мы с радостью согласились Ребята с удовольствием приехали Даже для тех, кто в принципе в семье растет без приближения к церкви Знать какую-то культуру Это обязательная вещь И мы, в принципе, обращаемся вот к этой теме Жития Святого Георгия не в первый раз У нас школа участвовала несколько лет назад В конкурсе, который Савино-Сторожевский монастырь организовывал И там мы делали, опять же, и про Святого Георгия работы посылали на этот конкурс И про Саву Старожевского И, в принципе, даже вот эта тема Не считая того, что Святой Георгий связан вот так с Севастополем С его окрестностями ближайшими Это все равно тема, которая, в общем-то, нужна, мне кажется И нужно ее знать детям И нельзя вообще-то без знания вот этого Хотя бы с точки зрения культурного человека Изучать просто историю живописи Участвовали в пленэре многие Но здесь лучше работы Женя Абрамова заняла в конкурсе первое место Ценный приз ей вручил митрополит Лазарь Прибывший с архимандритом Калиником на открытие Нам повезло попасть в тот момент, когда заканчивала служба И там был такой мотив В общем, монахи выходили уже после службы И я использовала этот сюжет для второй своей картины Мне кажется, она более удачная Мне кажется, вот здесь такие вот ландшафты Это вот горы, вот это вот добавляет такого Ну, атмосферы такой, прям духовной Безусловно, нужно общаться с живым искусством Так же, как с живой природой С живым искусством, которое дает возможность Как раз ощутить мир, ну, тактильно в том числе, да Ощутить его всем существом своим Архипастер от всего сердца поздравил победителей вернисажа Всех организаторов и участников настоящей культурологической акции Владыку долго не отпускали и паломники, и те, кто приехал на выставку Или просто погулять, подходили за благословением Митрополит никому не отказал И сам успел пройтись по набережной И полюбоваться бесконечной морской гладью Вечными скалами Всем тем, что сотворил здесь создатель Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok